понеслась да ой ребятки неужели у нас начинается игра нет вроде же понеслась работаем к бельгин работа действительно начинается игра ребята действительно vitality против энергии начинают начинаю пестики полетели пестики полетели у нас и как быстро то полетели пестики виталии уже выиграли три хэдшота без шансов 4 хэдшота не ну и там час 116 выиграет нет к сожалению луку молоку 1 в 9 виталий все это время не знаю кому меняли комп то есть у кого были проблемы служа загривали сложилось такое ощущение что виталий тупо четенько взяли паузу сыграли два раза доп и устали четенько взяли паузу в час почилили покушали как раз обед в лос-анджелесе пока можно было так вот подойти сказать хватит мы давай играть все правильно леща да да напомним пик мрд команды энерджи да поэтому они все должны чувствовать но по нашему с дауром плану счет будет 13-2 в пользу виталий тупо за день хороший план за диппин но мы не могли оптик за диппин не играя карту инферно в принципе не по-моему это это какая-то пейки то есть это будет 13-2 это уже не будет сколько я про 13-2 на это не 13-2 не будет скользкого счета будет 1 2 но мы умудрились сделать даже этот счет скользкий не неплохо неплохо видно воевали реально неплохо по капекс минус 2 по плану ходить и дать ему до поехали сюда я не умер не умер это как у кобра ребят распрыжка давай давай приехали лишь я люблю такие раундах я свечу да понял так обычно делаешь типа делать теперь он тут повтор даже нам покажут орех лупит людей вот он тоже как будто свистел а своим по чужим все погнали раунд номер три и так давайте ставочка заходит по сжигали людей уже один сгорел по-моему не ладно почти сгорел его разбирали размеры фармганы все идет по плану ну как-то поспокойно смоки выигрывали потому что инферно это лучшая карта в кс гоу вот братан зачем поспокойнее если у тебя нет граната оппонента есть но даже попробовать зеленый банан ну я про это говорю все соль моего комментария так спадать трансляцию запомните когда вы бежите против это формата обязательно свистеть иначе магии у тебя лучше не сможешь убить четырех типа 10 не будешь свистеть реально со свистом еще прикрикивает и так далее душить их просто короче я не совсем понял зачем они сделали только что именно они знали что у vitality 3 форм я на 3 форм который сейчас будет поджимать про нет про этот раунд им еще повезло что их вот не поджали и в затылок не дали еще с медла да ну то есть как бы они потеряли троих челов на банане без шансов вообще без шансов ну и все раунд овер winner кт следующий пожалуйста неплохо уверенно пакует сейчас можно сделать еще будет интересно или или 4 он берет раунд как я как я беру раунд ладно пошел и сейчас ему в левое ухо на ну почти нт до прочитал только что кстати это интервью деда менеджер получается команды мебров о том как они собирались там взять тогда симпла вот эту вот всю историю для зрителей да напоминаю еще в бытность ска да это было еще битность и бытность ска то где-то год назад еще был да 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 так сказать так быстро время весна прошлого года он там написал в интервью что короче они пытались взять чуть ли не полмира игроков и все отказы все наморозили все их просто наморозили неожиданно решение так погнали еще один к раунд а с тобой кто выбор знаешь типа чё там по фейс продолжать сразу это говорит на самом деле о том что у многих других орок тоже есть бабки как меню да да не в бабках да не на там не только в бабках там игроки сами не хотели переходить потому что они расценивали это как как какое-то дно для себя что ли ну они хотели как бы брать игроков из очень серьезных команд которые были не хуже мибр и ответ объективен окей да там есть cold zero окей но зачем тебе уходить из команды которая лучше ну да но это нелогично единственный вопрос этом не понял из всего этого списка я не понял автоматика то есть тот момент получается там стюби ушел с клоудов и автоматику было бы хорошо ливнули ну ладно тогда еще может было непонятно но сейчас он там просто вытаскивает сам эту всю команду мне кажется ему было комфортно есть играть в онлайн в принципе хорошей организации почему бы и нет есть игроки которые играют не за то что на спине а за то что у тебя вот тут за клуб ну есть понятное дело что есть то есть да и мы можем там до фолин понятно но я не думаю что в таких игроков которые играют за тег с детства и до гроба что их много дам их переменить невозможно мне невозможно тем не менее тем временем точнее энерджи у нас разменялись наконец-то плюс 3 в 2 но тут танк грязи не боятся наберешь но у танка не пошло немножко не ну хорошо там я хорошо выходил вовремя все хорошо сделал бизнесе просто в лос-анджелес там как раз один спой 12 почилить можно почилить можно на миккинку микки думал что за так играет а подумал что за за так играть защищал план до конца балкон думал что там будет стоять тер пацан это и думал будет контролить его поплавило да я уже как то что будет нет на самом деле все нормально энерджи взяли свой первый раунд если зацепиться к не первый из двух до но сейчас наступает очень важный момент если виталити это поймут как бы купят а в.п. и они должны понимать что он очень вряд ли есть это в.п. сейчас и если зима возьмет его попадет мидал будет тупо стреляться с ямой они ему ничего не смогу сделать вообще весь раунд но он не берет не такие пары героев которые выходили против против деглов с тепла там нику которые улетали с одной сразу типу зима там тут нет ни симпла не нику но он не берет уже в принципе они алекс думает взял взял вот тут я говорю мне очень интересно как бы что он будет делать то есть они осознают что там нет лавика ему просто можно кидать смог в бойлер в нижнюю и просто то есть стреляй сейчас посмотрим и тупо тушить погнали ехала как говорится а зачем этот молотов у тебя же потому что есть англосой внутри тебя ехал на хорошо раз так а с ямой может пуля таких моментах хорошо было там там уже поджали надо убегать стоять кидаешь молот за спину чтобы не убегал если не выход только виталий очень рано выкинули оба моллика не знаю самом деле зачем осталось два смока но смог не стену они пронюхали по моему да что здесь вот 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 прям сейчас начнется атака и она начинается пока смог не стенка ты понимаешь а вот аук 1 это хорошие закидывает энерджи даже вертоли слепых вообще не да ладно еще можно платье успеть поставить посреди бэп лента и просто даже полу вайдами а почему не взял это была работа ли снг команды кстати для танка это было реально хоро на характере вот вырваться вот сейчас со смока перед тобой убежал просто убил сейчас его разменяют если что все нормально все когда ур по плану а вики они дальше должны понимать что там нет я просто не знаю насколько наглый там есть ну вот он нормально я ставик узнает всю эту историю послушал отошел и не ожидал вообще не ожидал это мне ожидал это вендики 40 лет коврах и он не ожидает такую тему он не 40 лет в коврах чувак это проблема он 40 лет на боя теперь он в коврах поэтому медали которые внутри игры дают афонер ветеран банана есть не 20 лет в зиге боже это мы каждый пиксель знаю меняются люди вслепую в кс уже играет чисто по звук и нормально но чувство на ощупь да у нас 44 ситуация за и смотрит не попадает надо прятаться если кто-то рядом все будет его пушить монтально там пропадает всех ой нормальный пикерат и пикей 2 и пикей 3 танк добили просто отдал тима разменялся у бачок один в один на церк понимает отлично второй раунд и все все следующие потому что в прошлом раунде закинулась 4 девайса в никуда и типа да нет денег ссоре ну очень-очень сложно вот просто не сдохните да вот в прошлом раунде вот с этими девайсами в этом смоку просто аккуратненько три карты назад то что делают люди вообще с боями вот они вот три у нас прямо берут я так понимаю виталий теперь там вот они вот так делают и просто летят отдают девайсы реально почему бы нет братан они французы они одели скейт и побежали они могут себе позволить сделать они знают что танк выбежит из мака четвертым и добьет не знаешь они именно как на мясо троих кабанчиков пускают и там 4 просто выйдет патронов больше не хватит может себе позволить это сделать запустить троих пацанов перед собой типа и вы давайте выходить опять не 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 это тайм-аут тактикал тайм-аут байтим виталити но это что-то задержался и сейчас типа пацаны у нас нет денег вроде что нормально чтобы было ответить они просят чтобы рпк не ошибся кнопками и купил ампп им нужны ганы и смоки и смоки да вы же это классные штуки реально я еще помню как сейчас это не но это это не не тайм-аут и саловский потому что там трансов больше 20 секунд поговорить это чисто тайм-аут саммит просто бассейн чел чел турнир чел дамал тайм-аут по три минуты все чтобы значит как в нб и до что все рекламу открутить туда на ецессе реально вот была такая жесткая тема в канкуне просто выходишь между картами тебя не мохито пиноколаду такую с ананасового фреша ну все как надо понял сделали такую покурил сигаретку пиноколаду это на вторую карту пошел неплохо идеальное преступление или разливную корону это чит под разлина блин это же мексико натуре до слайма ламыч шлепках и в плавательных шортах форме кайф мало того что форме дар я сижу без наушник почему бы не сделать там турнир на мальдивах например на мальдивах сына там проблема в канкуне датана не поиграешь я был в этом какого в пункта кани доминика да там классно то можно делать турнир ничего можно посерьезнее да короче были у нас челики в китае которые сделали турик по доте на круизном лайнере было очень весело и шо оттуда было риме команды он очень-очень логал но он бы им да ну как-то ты можешь играть на локалке кого это волнует то есть там не нужны сера не нужен и нет просто по локалке соединились и душите друг друга и все были в восторге просто на круизном лайнере сыграли турик по доте на 4 мне кажется ли тайма чуть-чуть затянулся возможно это техническая пауза б-4-5 танк б-4-5 это снайпер сейчас в итоге прилетит скар а вы помните не застыкай вы помните эти штуки когда вот вот именно специально нажимаешь там паузу что-то обсуждаешь обсуждаешься обсуждаешь обсуждаешь пауза отключается чувак что-то на автомате там скупился и все да это хорошая тема у нас такая была раньше проблема у нас был играл михао мы обсуждаем пистолетный раунд долго обсуждаем его что делать и на нюке мы говорим миша ты даешь дым на 9 когда выходим и потому что накидываешь там град и дак я понял стоим дальше обсуждаем уже пауза он такой пацаны что делал пистолетом раунде ты кидаешь дым а все все хорошо я уже скупился садимся садимся играем засадимся перед игрой ему повторять миша ты кидаешь дым на 9 я помню помню сейчас просто у нас был ну мы как бы много не натренировались у нас был один пистик на басте один там много пистиков как бы не придумаешь но все равно было один пистик который мы два раза успели там сыграть типа то есть хоть как-то да и тут что происходит делается рестарт и после этого нажимается паузы типа админами ну слишком рано сделали рестарт нуки кто должен покупать гранаты вот так локоть ставит на клавиатуру а у него бай на стрелочках как не шесть понял просто локтем нажимает на армор и потом когда уже то есть он этого не говорит ну что у этого и даже не заметил сам и потом как бы фристайм заканчивается они бабла нет а он такой говорит пацаны хьюстон у нас проблемы мы не можем взгляд гранат вообще с этого момента мы называли пистик элбол нормальная тема но люди не всегда понимают в паузах перед игрой что есть великолепный великолепный один из лучших вот сейчас в кейсе это очень часто появляется выкладывать да там на хайлайты steam спиками команды так далее это же очень кучи классная вещь раньше этого было мало это один из самых больших хайлайтов это последний турнир asus серии который вообще был он был в в киберарене тогда было и dota и counter-strike это один из последних вообще ланов где было dota и кс одновременно и там был великолепный матч играл играла команда за ретрай но я смотрел команда володи пгг вот собственно играли не против датчана и их team speak полностью мало того что записывался он был в лайве то есть была возможность зайти в лайве и послушайте соответственно рома каспер который эту игру комментировал он зашел в лайве ребята собственно заканчивают драфт ставится пауза потому что кто-то там шел столет что такое но продолжается где-то две минуты в оба пгг капитан команды рассказывает ребятка смотрите у нас на виндрэнджер мы идем в мид мы ставим варды делаем те-те-те там вещи так саша ты идешь в легкую ты идешь туда ты и там был у него такой великолепный игрок драк 13 просто прекрасный парень сложная он ходил за ней драк ты идешь в сложную там наличие стэшн к да окей дальше дальше идут какие-то Пауза уже отжимается. Все, 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 ребятки, пятишки дали, пятишки дали, пауза отжимается. Вот первая секунда после отжатия паузы. Драк такой. Так, стоп, Вова, куда я иду? Да иди ты на сцену. И это прямо на сцену, на всю эту движуху. Причем чувак абсолютно искренне спрашивал, куда ему идти. Ну, запутался, слишком много инфы. Да, лучше спросить. Да, лучше спросить. Да, лучше спросить, чтобы ты был послан. Ну, лучше спросить, чтобы... Да, Вовчик это вообще жесткий парень. За тебя Колым отдам, у меня до сих пор этот видос где-то. Слушайте, у нас есть технические проблемы. Походу, кого-то опять током бьет. Электрошокер, я так сказал. Да, либо у кого-то пригорело от проигранного раунда. Но мы увидели, что Алекс купил АУГ уже хотя бы. А РПК купил легкую бронежилетку и дал АВП ЗИП. Ну, и мы видим, что они сидят за компами, потому что переключаются. И это лайв, ребята. Поехали. У лайв, игра. Ой, погнали, погнали. Раунд номер 8. Будем смотреть игру 5-2. Не затыкал. 1,62 коэффициент на Виталити прямо сейчас. 2,3 коэффициент на команду NRG на eGamingBets.com. Да, причем танк жестко прочитал всю эту ситуацию, зная, что там будет один фармган Уиттона. Купил тяжелый армор со шлемом на всякий случай. Хорош. Да, хорош. Изначально у него был легкий армор, но потом он решил, ребят, там точно будет фармган. Надо бронежилетку. Эта позиция чекается прифайром. Отлично, MBK забрать. Что там было? MBK второго! А если в F7 у тебя? Знаете, в чем прикол? В F7 получше всего остального. Когда ты играешь за атаку... Быстрый заход на B, а тут Зивуус... Надо шить ковры. А как? Как запрыгешь больно. Был жесткий бус. И Алекс. Алекс забрал кого-то? Нет, не забрал, но он нашил там довольно неплохо. Осталось 22 хп сейчас Уиттона. Сотка с РК. Надо как-то... Ой, что ли ты? Просто прекрасный раунд. Зиву, как на FPL учили. Просто прекрасный раунд. Смотрит танк АВП. Да? Димитров или Кафмили там у Церка. Он болгарин? Да. А Дихан, кстати, не ждет. Видимо, не боится, да, абсолютно. Просто приходит, зажимает просто его... Танк просто бежит, а другие подключаются за ним, говорят. Он бежит. Он бежит. Слушайте, мне понравился этот раунд. Я за ним. Мне тоже понравился этот раунд, потому что мы хотим, чтобы Витальти выиграли 13-2. Мне не понравилось, почему он Челс Бойлер не сшил эту позицию. Непонятно. Вот бус, смотри, видел? Даур в КТ. Да. По-стариночке. Зиву молодец, два своих нужных фрага сделал. Сейчас мы видим, там ничего нет, поэтому Зиву сейчас побежит расстреливать людей. Первого видит, не попал. Очень жаль. И вот тут вопрос, сколько гранат на этот игро-раунд выкинет Виталити. В данный момент минус 2к уже. Минус 2 500. Ну я, короче, думаю, что... В смысле выкинет? Ну никуда, они как бы увидели... Мне кажется, лучше пересекло выкинуть, чем слить от ЭКО. Но они еще увидели два Глока изначально, даур. Ну, на Инферно, я думаю, что лучше выкинуть пару грамм. Пять тысяч? Потому что на ЭКО... Слушай, он опять не попал, но никого они потеряли. Они особенно опасные. Выбросили почти все, что было, да? Нет, с бананами. Я сейчас в медле можно и не выкинуть. Ладно, 7-2. Ну и давайте смотреть на интересный раунд. Фуллбай от команды Энерджи. Ну что, АВИК есть? 13-2. АВИК. Или будь? Да, будь. Все движет, закатанно, да? Церк будет. Церка может быть АВП, но без гранат. И он решает, что гранаты поважнее. Это правильно. Да, значит, без АВИКа. Ну и посмотрим, что будет делать в этой ситуации Зеву. Будет ли занимать ту же точку свою. Ну Зеву не знает, что там нет АВИКа, к сожалению. То есть, если бы он это знал, он бы тупо стрелялся с ямой. А, ну тут вот так. О, агрессивно. Ничего себе. А вот это вот они ждали однозначно. Танк пошел, разменялся моментально. Пошел, прошел. Ой, теряют очень близко АВИКа. Зеву дает минус. Алик разменяет тоже. Ой, плохо все. 2 в 3, да? Ну очень много людей потеряли. Нет, 2 в 2 даже, да. 1 красный остается. Поэтому это, в принципе, неплохо. Только теперь вот очень важно как-то убить. Этого сотого в первую очередь. Такая интересная позиция у Зайву. А он знает, что он красный. Поэтому он пушит. Но если он пропушит ковры вовремя, то как бы все будет окей. Он увидел, что в Медлея никого нету. И здесь в Медлея никого нету. И все ок. А бомба глубоко до сих пор в Яменном. Ну а чем в ковры-то смотришь, если только оттуда пришел. Ну типа боится тайминг. Ну как-то... Понеслась. Фейк Б, раунд из 98-го. Выход с ковров, да. Зиву дернулся. Но не... Мне кажется, Зиву все равно должен ждать инфу полную. Вот остаться здесь как минимум, да, и смотреть проход. Он остался, да. Но... Атака красиво разыгрывает, да? Действительно, там фейканул. Вот так вот сейчас... Да, он уже с плента пострелял. Ну все. Зиву читает. Ну Зиву читает, но поздновато. Да, ставится. Только атака на А должна уже бомбу поставить, я не знаю, в это время была. И занять какую-то... Да, очень много времени потеряно. А Талик забирает. Но теперь один в два выбить будет довольно легко, мне кажется. Спешил немножко, да. Игрок с Б мог, если бы подождал чуть-чуть времени, еще мог бы напрячь. У них еще очень много. Классическая тюрьма, бабах, бабах. Да, Тачдаун. Бум. Почти. Красиво. Да. Заграли. На самом деле, очень прикольная энергия была мысль, но в итоге реализовали немножко... Зачем Дабс просто бежал в церковь? Ну, непонятно. Если можно было просто преспокойно себе выйти степом на банан и разрулить очень хорошо. Да, да. Реализовали, получается, немножко неаккуратно. То есть игрок на А мог поставить гораздо быстрее плент, потому что, ну, у вас либо получилось то, что вы задумали, и вы сейчас, да, возьмете раунд, либо если у вас уже не получилось, то тебя так или иначе приговорят где-то, да, там на крысу. Ну, плент был. В итоге церк в этот раз покупает АВП. Опять же, не хватает граната у одного из челов. Это ключевая тема на Инферно. На самом деле, здесь гранаты очень сильно решают. И у дефенса на один набор больше. Х-1, который в серых занимает, банан хочет поймать, да, кого-то на... Но они тут не выходят. Занимания. Но дефенса тоже аккуратненько, да, действует. Выбили, прочекали. Близко нету. Оттушить свой же смог будем или не будем. Увидел. Близко. Ну, понимают, да, что справа должен быть игрок. Не, не понимаю. Ой, хорошо. И Алекс делает первый минус, его разменивает. Не ожидал, что он выйдет, типа, в молоту побежит чел. Второго, да, не ждал. Ну, вообще, в любом случае, он разминялся в плюс, потому что он внес еще 100 дэмэджа. Да. Церк битый мы видим. Добс битый. И заедет. Ну, вот это очень плохое решение. Очень плохое решение. Поджимать? Конечно. А че? Вот почему. Идеально. Они знали, что там... Все сработало. Они знали, что там АВП. У него полный набор. Он может преспокойно оставлять своему челу на Б просто смог. Вот это вот. Ну, это выигранный раунд. Хорошо все получилось у дефенса только что. Тот поджал, тот вышел, прочекал. Ну, их было 3Б. По сути, они байтили, типа, на то, чтобы атака сорвалась и побежала на Б. Вот это мне и понравилось. Но, если честно, это было бы хорошо сделать, знаешь, что под флешечку какую-то. Если бы чувак не умер на катушках, то все могло быть... Да, да, ты понимаешь, в любом случае, ты знаешь, что атаки АВП только что произошло измен. Конечно. Когда АВП никуда не делаешь, ты тупо выходишь туда фрифрагом. Всегда. Под флешечку. А если под флешечку? Да, под флешечку, если выбежит Коль на широком. То есть тебя должны были просто выпустить. Тебя должны были выпустить. Не, пусть будет даже АВК, но, типа, то есть бросается флешка, например, да, ты там через секунду, через полторы выходишь и начинаешь контролить. Если никого нет, ты начинаешь... Я почему осуждаю это решение? Потому что у этого АВКа было еще четыре гранаты в руках, понимаете? А, ты в этом плане. Зачем? Просто в целом поджим выглядел здесь интересно, потому что, да, у них было и трое на Б, и плюс инфу можно было собрать, и плюс атака в такой ситуации вряд ли бы дальше выходила бы на Б, если они только-только дали инфу пару секунд назад. Да, ну вот... Танк на катушках. Окей, 12-13-2 Dream is Dead. 13-2 сорвалось, хотя могло все еще быть хорошо. Печально. Да, печально, у Зива есть тярик опять, ну... Поляна, как в пабге. Да, кстати, похоже. Я бы сейчас перепутал, если бы так вот показали. Где это вообще? Забегаешь красный дом, утаешь его. Это очень плохая игра. Нет, на самом деле есть последний бай у Виталити сейчас, но они взяли уже перед этим такой, типа, хреновенький бай для себя. И опять же, есть тярик. Сейчас будет занимание банана. Я смотрю на троих чуваков, и я вижу занимание банана. Давай, погнали. Классическое занимание банана. Смог, молоток, молоток, флэк, флэк. Да, у них нет хаешек. А хаешки не нужны. Когда у танка нет армора, хаешки не нужны. Танк без армора это полный отстой. А у танка, кстати, ну ты видишь, какой самый отверганный парень. У него как бы не идет, и он дал лавик и готов сыграть без армора. Нормально. Молодец. Да. Командный игрок. Приятный тиммейт. Да. Сейчас будет творить чудеса, значит. Ой, почти задушил. Ну и... Выглядит как легкий заход на Б. Выглядит как нет хаешек на дерево, и вот чем это заканчивается. Ой, дырка. Атака. Опа. Даша, ты шо погонишь. Нет, парни, такое бывает только у молодых игроков. Оскар уже такого не вешает? Ну ладно. А Оскар не молодой? Пару исключений. Бывает. Вечно молодой. Ларш, амбкейт. Свой дежурный в этой РПК. Тихо, это танк без армора. Танк без армора. Ты че, вновь? Вообще, гигарь! Зачем танку бронежилетка? Да. Зачем танку армор? У него встроенная бронежилетка. Зачем танку армор действительно? Он вытаскивает на лоб. Боже, какой же он дикий. Оппозиционно. Красиво. Вот это уровень. Вот это уровень. Смотри. Купил авик. Отдал другу. Без ничего. Без армора. Сделал килл. Забрал девайс. Убил еще двоих. Просто батя. Ай. Четенько. Вот он хорошо здесь выходил не просто с бензопилой, как говорит Адрен на нижнего чувака. Он четко прочитал, что он сейчас будет контролировать сковору. Вышел, дал ему префайером. Хороший. Он флэш подал еще. Да, еще и это. У него было по 250 и флэшка. Идеальный уровень. Импакт. Импакт. Просто 400%. Он просто MVP этого раунда был. Он знал, знаешь, во время фестайма, он уже знал, что раун закончил. Он MVP этого матча в любом случае, потому что мы так решили. Еще до начала этого матча. Тут как бы без вариантов. Не, ну пока, даже если это не 13-2, то есть все идет по плану. Виталити тупо ровит за дефенс, поэтому нельзя пикать Инферно. Но это еще не конец, ребята. НБК хочет ошибиться, очень сильно хочет ошибиться. И ошибается. И ошибается. Почему бы и нет? Далеко пошел. Тут, а вообще. Ой-ой-ой, проблемы пошли огромные сейчас. И там кузов раз, два, три, ну почти, почти, почти. И 293-м. А тут крыса еще сидит. Сиди, сиди и не дыши. Не дыши, не двигайся. Его не будут читать сейчас. Не двигайся. Да, там минус три. Думай, братан. Ну что, ты будешь делать что-то, не? Да что ты? Боже, Кайл! Вот такие я. Вот это вот я. Вот это вот реально я. Не, спокуха, спокуха. Что мы сейчас смотрим? Вот можете мне объяснить, что это, что, что происходит? Ветр, ты знаешь, такое впечатление, что у них 4 часа ночи. Да, 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 да. У них 8 вечера. У них, каких 8 вечера? У них 5 вечера. 6. 6 часов вечера у них. Нормально? Что это было сейчас? Что это за... Не, ну Орех думал, что уже убил Анлуку. Танк, ну не дожал третьего. Не, к танку претензий тут меньше всего. То, что он был, дожал, это великолепно. Смотри, вот что это? С три. Вот, аааа, раз. И потом вот это. Я хочу... Это Тарикс разворота такой повешало? Да. Я хочу увидеть лицо Апекса. Он такой, апутаааа, знаешь, такой, даже типа расстроился сильно. Ну это... Братан, он думал, что у него аука, а у него оказалась фармилка. Прикинь, парень. Причем он нож нарезал бы. И ему подкинул танк. Братан, я тебе дам, говорит, ган нормальный. Докинул ему эту фармилку. Ладно, 10.3. Очень мемная карта пока. Потому что танк с этой пушки не прощает. Танк вообще ничего. 1.17, кстати, коэффициент на Виталити прямо сейчас. Как-то Энерджи даже особо до плентов не доходит. Ну, с чем доходить до плентов? Ну, два раза на Б, заходили, нормально. Против Аутер ты не доходишь до плентов. Против танка ты не дадешь до плентов. Не, ну, не видишь, они все равно. Они на Б нормально не зашли. Куда идти? Там в песках танк стоит. Куда? Пока просто французы очень агрессивно шпилят. Они дают реально реализовать какие-либо тактики в принципе. Так и надо играть на Инфернум. Надо просто душить. Иногда можно запустить. Не в курсе, как занимать бандан. Если тебе дают играть на Банане за... Ты когда за дефенс, атака тебе дают играть, надо душить их там. Если тебе вот так дают бандан бесплатно, ну, на самом деле это бесплатно. Да. Потому что такие команды, как Astralis, Liquid, они тупо не дают тебе просто так занимать. Выходят ребятки, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Они туда три маленька на машину тебе кинули. Есть две с половиной гранаты. Осталось полторы гранаты. Полетели контакт. И пошло мясо. Раз. Да слушай. А тут еще вот. Вот так вот. Это Ауг. Слепой. Хиппомбал. Как он за бред, как на первую застрелять. Как он застрелять? Как он застрелил? Боже, какой бред. Так, теперь проверяем теорию про выбивающиеся БФ. Два в три выбивается? Не та карта. И, Зи. Эта карта такая. О, это не выбивает. Смотри, есть челс банана. Это и... Какие не флешки сюда? И, Зи, и, Бри, Зи. И флешка? Да, это не флешка, пожалуйста. Раз, два, мясо. А, ну, если не чекать так, то, конечно. Боже, боже. Лида, Лида, боже, боже. В принципе, зачем чекать, да, право? Вроде не выбивает. Ну, не пошло. Это единственный раз пока. Да. Ну, можно было бросить, как бы, флешечку. Все-таки начало раунда, куча всего еще было в руках. Я верю, магический дигл будет. У кого? Не у кого. Не будет дигла, к сожалению. Ты видишь берет? Берет? И у кого? Церковь берет. Решил докупить, чтобы было больше патриков. И, видимо, Зи, наверное, хотел просто быстро выбежать на кафель, кого-то поймать, да, там, на планете. А вот такая вот страта, американская, чисто. Тут танк заспреил, сможет кого-то все-таки. Дави. Это прикольный раунд. Быстренький проход. Да, мне понравилось. Нет, нет, он еще не закончился. Это ГГ, это 10-5. 10-5 это много? Нормально. Достойно. Скользко немножко. Скользко раунд, скользкий, и этот, все. Издеваются, что ли? Блин, ну это реально мемная была половина. То есть мы увидели прям каких-то 4 совсем тупорылых раунда, но было весело. Спасибо Апексу за это. И танку. Танку, спасибо за то, что он есть. Спасибо, что ты есть. Спасибо, что живой. В каждом раунде. Спасибо, что живой, да. Теперь начинается интересная катушка. Тут танк может давить банан. Я, кстати, не знаю, играет ли он на банане. Потому что он когда бежит, он не чувствует молоту, он не чувствует гранату. Он просто едет. Он не чувствует смоку. Он даже эту стенку переезжает. Понял, когда справа. Он ее не видит, ее нету. Он просто приходит к нему. Ну что, сейчас пестики все порешают. Ну вот, если сейчас, конечно, Айнержи возьмут пистолет, то это может затянуться еще на парочку. Это может затянуться еще на 3 серии овертаймов. Вообще на Инферно, насколько я помню, статистика очень большая овертаймов. Еще до угов, так тем более. Там магическая карта. Тут самая большая статистика. Молотовых и гранаты, и овертаймов. Тут самая большая статистика – количество сыгранных раундов в матчах. То есть это всегда около 28 а-ля раундов сыгранных. Прикинь, всегда около 31 раунда. Прикинь, всегда статистика. У нас была такая, кстати, статистика прикольная. У нас на Инферно были статы 4-14. Внимание, мы обыгрывали только тер-один команды. Все остальные 14 насосов были против средних команд. Но это всегда было 16-14 или допы. То есть без вариантов, со всеми. Так, есть два смока. Вот Виталити, у меня, конечно, не очень нравится, на самом деле, что они идут в ковры. Но, учитывая, что у Энерджи там 3Б, я все правильно понимаю? Плохо вижу карты, но, походу, 3Б. В мид-лет до сих пор стоят Энерджи. Виталити их могут поймать просто вообще. Вот по этой Инфет тупо надо выпрыгивать уже. Уже. Еще и с хедшотом. Ну, это все, это Габелла. Ну, это все. Не успел убить кого-то. Короче, с вами реально неинтересно КС смотреть. Реально, 8 секунд раунда, кого-то одному в колено стрельнули, все, Габелла. Тут все, тут понятно, раунд проиграл. Нет, ну мы-то видим карту. Никакого хайпа, никакого праздника вообще. Хочется переворотов каких-то. Нет, когда ты играешь, это одна беда, ты этого всего еще не видишь. Но, когда ты видишь карту. Ну, да, 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 да. Это без шанса. Здорово. Ну, вот ты смотришь ДОС, и ты видишь, как нам, скажем. Кто-то в спину кому-то приходит. Ну, да, на 8-й минуту терапируют. И говорят, ну, вот и все. Ну, да, Габелла. На 8-й минуту терапируют. Они убивают Рошана, берут терапируют, говорят, ну, ты говоришь, ну, вот и все. Да, это Габелла. Ну, нет, здесь это еще не все, потому что у Дефенса есть 5 смоков, ЦЗшки, 5-7 и т.д. А у них нет 5-7, у них есть ЦЗшки по 205. Все нормально, всего 11-5, счет, все хорошо. Сейчас можно брать форс. И потом начинать догонять Виталити. По чуть-чуть и понемногу. И готовиться к следующим матчам. Рейнагидс против Венса, следующая игра. Мне очень не нравится Бай Виталити уже. То есть они эти 5 смоков, по сути, переиграть не могут в данный момент ремни. У них есть формилки и свист. У них есть формилки, но у них нет молотовых свистов. Свист, это главное. Каким образом они собираются, например, зайти на Бай? Каким образом они собираются чекать? На уверенности. Давай посмотрим. Сейчас покажете танк, как он заходить на Бай. Сейчас все покажет. Он просто идет и заходит. Танк, я не сомневаюсь, но... Ага, вот это, кстати, круто там. Контакт. Все. Контакт это решение. Он зашел. Он зашел, убил, не думай. Но тут же умер. Тут же умер. Танк сделал Б. Ну ничего страшного, Зиву помогает. Есть второй минус. Отстреливают. Нет, на самом деле, решение принято хорошее. То есть контакт. Но они не дали заделать эти смаки и не дали их заюзать. У нас все правильно было сделано? Да. То есть, когда ты подходишь на Бай, ты нормальная команда, которую ты обсудил, все ситуации, которые могут возникнуть во втором раунде, ты должен такие темы быстренько читать. Да, реализовываться. Да, реализовывать. Потому что ты понимаешь, что ты подходишь на Бай, ты видишь, что они сейвят смаки и не кидают их. Ты должен сразу предпринять какие-то действия, которые ты обсудил заранее. Ну это вообще странно, что чувак с А изначально не пришел на Бай и не дал один из смаков чалам на Бай. Очень странно. Вставил их. Да. И шумно. Алик где-то погиб смертью храбрых. Пережили хост 2. Пошли эти 80 экзит килов, да? Да, 80. Не особо любят, да? Этбоглы эта команда. Этбоглы экзит килов. Ну и эти команды. Потому что в фейзах, там ты только дай повод. Да. Там три чувака сразу инстадиглы берут. Инстадигл армор без ничего. Им даже смаки не нужны. Так и зачем? Не, есть много таких команд. Например, меня улыбает и моя команда иногда, и моя прошлая команда. Там карта типа Инферно. Ты за атаку. Ну почему бы не купить пять деглов, когда ты делаешь раунд три кавалли? Удобно же прыгать с деглами, да? То есть типа такого. То есть на некоторых картах, ну это понятно, там трейн и т.д. Ну вот на таких картах тебе ж нужно пушить, там тебе ж нужны цзшки все-таки. Или там что-нибудь, что ты можешь бежать и стрелять, а не ползти и стрелять. О, сейчас могут, могут тут Алексу бить. Ну, ой, хорошо, уже есть девайс, есть девайс. Уже хоть что-то. Проходит лонг. Но тут все как бы опасно. Вроде не так опасно. Ну, неплохо, неплохо, не в данный момент 2-2. Ой-ой-ой. Разворота просто. И это, кстати, мог быть выигрышный раунд, если убивал, да? Да, 13-5, ну что, сейчас важный раунд. Если, если Энерджи его не берут, то, наверное, у нас гудгейм. ДГБ БЗЗ? Да, 1-01 на данный момент коэффициент на Виталити, 6-55 команду Энерджи, если вы верите. Ну вот даже так, 6-55 это очень мало. Да, я согласен, 6-55 это мало. Вообще, учитывая, что это пик был Энерджи, они как-то паскудненько атаку отыграли очень. Знаешь, мне кажется, что тут надо понимать, некоторые команды не совсем правильно подходят к этому вето. То есть, они ставят приоритет 3 карты, которые удобны им, а, наверное, знают, ставить приоритет карты, которые более неудобны сопернику. И лучше идут от тебя. Вообще, песта 2, то есть твой пик, он посредственный. Вот раунд реально, который нужно было сделать, Энерджи, я не знаю, одним из первых, наверное, какой-то сплит, грамотный, понятный, да, простой. Лёха за сплит. Да, я люблю сплиты, я вообще просто, я считаю, что против таких команд, реально, которые попадают нормально, которые понимают, блин, что делать, да, там, индивидуально, против них сложно зайти вот так вот топорно бежать вот на этот 7, да, или 20 и бежать всей команды. Или там бежать, я не знаю, всем вместе куда-то там, какие-то там карты еще есть, кто угодно, короче. Ну, вообще, в принципе, то есть, вот, Таталиди сыграла просто, ну, там, а-ля по АБЦ, но в данной медиа, Лёха, этот раунд довольно трудно взять, потому что под коврами сидит АУГ. Да. И все 15. Так, подожди, этот раунд-то делался быстро? То есть, ну, почему? Челл стоит на борту. Понятно, но Челл-то изначально мог где-то в другом месте. Не, он всегда начинает в коврах. Челл начинает всегда в коврах, в борт, и все что выходит выход на мидл, то... Они очень быстро убили 15. Тайм-аут, зали энерджи. Ну, в этом смысл. Нет, ну, такой... Понятно, что, ну, смотри, в идеальной вселенной понятно, что Челл-то из-под коврова еще может дать флешечку, Челлу на 15, 15 может разменяться под это, что-то всех убить еще отойти и тому подобное. Даже без флешечки. Что Челл-то из-за коврова упадет, и в итоге там всех поубивает, а там будет какой-то смок левый под сеном лежать. То есть понятно, что такое все может быть. Но в целом, это в любом случае как-то лучшее решение. Кстати, можно обратить внимание на этот момент. Ты еще не встречался с Аугом под коврами на этой позиции, где голова одна. Ну, там, да, я понимаю, о чем это. Это самое ужасное, что может быть до Челлов, которые бегут в малые пески. Вы можете убить только сайтов. Обычно бегу я. Нет, нет, в фейзах я не бежал. Я просто слышал, как до Челл под коврами. Я просто стоял в коврах, и видел, как загорается просто фраги этого чувака с Аугом. Ты ничего не можешь сделать. Ты пытаешься выпрыгнуть, помочь. А там еще один стоит в больших. Или глубоко сплантачилл стоит, и ковры. Все, ты ничего не можешь сделать. Он просто садится, встает и тушит все. Парни, мы, конечно, прикольно обсуждаем Чела с Аугом под коврами, но Виталити не глупые ребята. Они тоже понимают, что может быть Аугу под коврами, и они просто кинули туда смок. Да. Там просто лежал смок. Поэтому все было красиво. Ну что, начинается для нас, возможно, молик даже туда даже лучше. Смачок там можно еще мансовать, извините. Ну, молотов, по сути, с молотовым, тебе его становится, то есть он открытый, ты видишь его голову, но через молотов ты его все равно не видишь. Это вообще большая проблема. Не, ну он тогда должен отойти дальше, если его нормально бросить. Да, если он уже дальше отойдет, там его уже, может, и видно будет получше. Все равно плохо видно. Через пять, через мальчатый раунд смотрим, уф. Ну и он тогда тоже ничего не видит. Да, он видят уже. У него зума, у тебя нет. А идет тот же самый раунд. Ну, смок решили не заходить в миддл и подождать чуть-чуть. Ну, раунд тот же самый. Ну, учитывая, что в лоу-бай, это, наверное, правильно, да. Тарик. О, они переобулились и решили пойти на банан. А там есть еще один смок и Максим близко. Они, видимо, решили напрячь банан хотя бы. Тут есть танк, как бы. Ой, хорошо прочитали, но смачок вовремя прилетел, да. Мне кажется, в эту сторону сейчас тоже прилетит что-то. В эту сторону уже нечего. Ну да, Тарик умный, он обратно встанет в ту позицию, где только что сжигали. Поэтому. Там уже занялся миддл. А банан контролится пуш. Так, есть первый минус, Апекс его делает. Ну и смотрим, что будет дальше. Тарик ждет тут людей, выходит, дает первый минус. Тарик дает второй минус. Окей. Это была ошибка. Очень плохая. Зачем лезть туда? Зачем? 4 в 3. Это была ошибка. Ну, там проходит 15, типа, из-за этого. Ну, видимо, он не выстрелил. Ну, и, мы видим, наказывает его моментально. Да, 3 в 2 остаются. Пошел у нас. Аправдывать нельзя? Я не оправдываю. Не, не, я 15 не заметил, в принципе. Ему надо было что делать. Ну, и последний раунд, я так понимаю, у нас будет без ничего. Ну, на всю сдачу будет набирать. Хотя, на самом деле, сколько там подряд уже раундов много? Ну, так, уверенно, да, Виталити заканчивает матч. Еще не заканчивает. На самом деле, ну, знаете, какая тема? То есть, Виталити сами там банили Инферно часто, сейчас много и т.д. и т.п. Но, когда состав Виталити только собрался, это было еще с Хэппи. Да, они играли против более слабых команд, типа, и т.д. Но у этой команды на Инферно было 14-0. Стрик, да, был у них. Там было 14 или 16-0 на Инферно. То есть, это не значит, что команда плохо играет карту. Они просто ее, возможно, в данном составе, типа, не чувствуют так хорошо и не пикают сами. Но пикать это против них, ну, это такое себе. Вместо кого пришел Алекс? Вместо Хэппи. Хэппи, да. Точно? Да. 100%. 100% Алекс играл за LDL-C, который там жестко зажгли в Чикаго. И, типа, после этого его взяли сюда. Но, ну, как бы не то, чтобы он там главная, типа, звезда команды, но катается себе стабильненько. Ну, что, возможно, последний раунд этой карты. Пошел 15-5 в пользу Виталити. 12-3. 13-2 не сделали, 12-3 не сделали. Но вот мы видим, после 10-5, 5 раунд доберут, возьмут, возьмут. То есть, сейчас есть первый минус. Тут же размен, но не особо успешный размен. Хотя остается 3-3. Ну, любой размен в плюс атаки. Все мы это знаем. В атаке намного больше гранат, во-первых, до сих пор. Во-вторых, намного больше контроля карты. То есть, посмотрите на карту, да. Есть чуть-чуть контроля, типа, на банане, но он обязан все равно его отдавать. Это прикольное решение, эти три ковры. Но не в такой тайминг именно. Прикольно кинуть дым на Б-сплит и вывести три ковры. Ну, типа, давай. Он сейчас выбегает вот так издалека. Одного забирает, разменивает тут же. 2-2 остаются. Еще один минус доб сделает. Ну и вот начинает под конец включаться, как и на прошлой карте у нас капитан. Где-то так и должно было закончиться, наверное. Да, успели забрать... Успели забрать 7, но чел сплантал убил всех. Два разменять не получается. Сложно его там выцеливать, да, в таких ситуациях. Еще немного побегают на этой карте, ребята. Ну, там просто он контролит момент. То есть он-то встает и стреляет, а другому чуваку этот... Ну, и с ним, типа, не ослепить, ничего с ним не сделать. Вот он, например, ослеп, сел, все нормально, дальше все пошел. Ну, видишь, еще как-то чуваки очень суетились, да, вместо того, чтобы выцелить и убить. Вася надо, чтобы отдавить. Прыгивать и давить. Они-то в любом случае понимали, что он один, когда убили 7. Ну, тут начинается. Начинается маленький камбэк. Раундов 6 можно отдать, а потом это все заканчивать, наверное. Ну, тут NRG должны собрать. Такое впечатление складывается, что чем меньше игроков атаки на банане, тем это эффективнее получается. Вот эта вся тусовка там заканчивается просто смертями в этот смог и подобными историями. Там реально один чел может законтрить весь заход с суппорт-флешкой. Берегу, да, да. То есть там просто по колу давать флешки ему дальше, если бы гранаты остальные. О, это хорошо, кстати. Почему бы важному челу не умели больших? Да, да, да. Хорошо было. А, не ожидал. Добили, догнали все-таки. Нас загнали. Затыркали. Так, 15, 8. Рано, рано. Спойлер. Ну и сейчас будет 8. Спойлер прилетел. Простите. Не, ну, Виталик, Виталик, у тебя есть пистолеты, это обычно опознанные, верно? Кто говорил, что кто-то из Виталик сказал, что РПК лучший игрок, который стреляет с 50-го? Он его чувствует как никто другой. Скажите, это Симплу или Робсу, пожалуйста. То, что РПК лучший, это в принципе уже имеет смысл, только вот в чем именно, тут надо еще подразобраться. Во всем. Во всем. Возможно, во всем. Виталите купили очень много гранат, какой-то запланированный заход. Три, оп. Оп. И пронесла. Так, все живы пока, это хорошо. Вот он, аук, раз, два. Пошел у нас урожай. Забрали одного, забрали второго, потеряли пики Алекс, остается 2 в 3. Ну и тут НБК делают еще один килл, 2 в 2, забирают девайсы, ставят плент, божечко. А как Алекс размотал вообще двоих-то? Ну, он разминял их в большом. Поставить не? Не хотим. Вот. Ну и теперь красивый ретейк очередной 2 в 2. Я говорил, на этой карте на любом из плентов, тут еще и ВП подобрали, это вообще трындец. А тут Молотов и... Ну и с гранаты, да, это хорошо. Ну Молотов не в курилку, а там ВП в курилке, понимаете, какая история. И бомба на него стоит. Ну все. Минус один, минус два. Прекрасно сыграно, прекрасный последний раунд, который вообще полностью, наверное, описывает то, что происходило на этой карте. То фантастик. 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 Не, ну что бы. Кого 29 на 14? Не танк ли это? Давайте проверим. 29 на 14? Вполне возможно. Танк Эббот? Вполне возможно, что это он именно выдал такой матчик. Сейчас посмотрим. Подожди, мне очень интересно. 16 на 14. Нет, это Алекс 29 на 14. Ну, кстати, да, он несколько раундов прям очень хороших таких выдавал. Да. Ну, танк АДР 90. Но РПК 2016 тоже довольно неплохо. 87 АДР. Как лидер турнира. Я уже выдал ему MVP турнира. РПК? Да. 4 карты. Медаль сразу. То есть, АШЛК приехали. Сходу. Да. То есть, то, что еще 6 карт в группе и плей-офф. Это уже не важно. Согласен. Он уже показал свой. Согласен. Все решено. Решено. Все. Ну, все, ребята. РПК MVP. В принципе, мы заканчиваем тогда. О чем тут еще? Как бы разговаривать. Нет, да Виталий тебе шансов закрыли, на самом деле. Он был хорош. Он был хорош. Это правда. Заканчивается. У нас всего 6 карта. У нас еще очень много карт впереди. Доброе утро всем, кто проснулся. Потому что 4 утра. К этому моменту уже должны были заканчиваться последние игры. Но есть некоторые проблемы с расписанием у турнира, которые в дотерском комьюнити, у организаторов, которых в дотерском комьюнити очень часто называют Beyonce Schedule, а не Beyonce Summit. Потому что бывают у них в первый день очень часто такие задержки. Будем надеяться, что во второй день таких не будет. Ну, а сейчас пауза. Ненадолго. Для вас время как раз-таки позавтракать, если вы уже проснулись где-то далеко от нас. Либо, может быть, вы еще не ложились спать. И Ends против Renegades. Следующая игра, которую обязательно нужно смотреть. Включается у нас Ends. Потом у нас еще будет матч Renegades против этих же NRG, которым дадут немножечко отдохнуть. Ну, а там как дело пойдет, сложно мне сказать. Посмотрим. Поживем, увидим. Поживем, увидим. Не разбегайтесь. Скоро продолжим.